Друзья, всем огромный большой привет! Я уже ранее говорила, что я буду делать уколы красоты или погоню за молодостью, кому как больше нравится. Я сейчас хочу предложить вашему вниманию, как это было, и потом немного прокомментирую свои ощущения. Надеюсь, это будет интересно тем женщинам, которые еще не приходили к этим процедурам. Надеюсь, будет интересно. Оставайтесь со мной. Спасибо, кто подписался и подписывается на мой канал. Естественно, включайте колокольчик и смотрите мое видео. У меня канал разноплановый, маски, готовка и жизнь просто женщины по имени Наташа. Канал называется Наташа. Это нормально. Я же не показываю локацию, Оля. Да, конечно. Ну зачем? Я так и дружила с рекламой, ты мне сказала. А так зачем? Запомните такие губы. Отлично. Не спеши. Да, ну вот красота. Так что да, на комке. Если не пишешь, а мне потом еще доплачивать за рекламу. Да, конечно. Хирург, кстати. Мы будем делать все. Я грудь, мама лица. Мне кажется, это все иллюзия. Так, крайне положи. А я чуть-чуть выше. Тут есть такое... Это у меня ресницы направо уже. Чуть-чуть ниже, будет удобно. Вот дальше тебе будет хорошо. Так, можно глазки куда-нибудь прямо смотреть, открыть. Фотография красивая получилась. Красивая. У тебя тут тона вообще, мне нравится все. Скоро будет вывеска твоя, да? Почему-то еще нет. Вокресенье, что-то меня отличали. А-а-а. Так, сделаем вот препарат под названием «Бректо». Да. У нас маленькие, пока нужно их заполнить. Берем более мягкие препараты. А потом в следующий раз. Разом, когда захочется заполнить немножко, надо будет брать более плотненькие препараты. Да. Как тебе делать, не знаешь? Мне нет, сразу все сделали. Сразу? Ну ты не знаешь, чем? Какой препарат? Я не помню. Это было три года назад. Мне интересно. Да. Я могу спросить у нее. Препарат сертифицирован? В общем, я не понимаю, мы делаем какой-то слабенький, да? Еще не поняла. Не-не-не. У вас пустые. И туда навалить сразу плотного препарата. Ну, во-первых, ткани они скажут. У меня такой цели нет, мне просто мешок увеличить надо. Вам надо разгладить машинки. Ну, ничего увеличить, я не знаю, я поняла. Один миллилитр – это очень мало. Это чтобы увеличить нашу опцию. Для того чтобы увеличить, надо будет прийти еще разок и делать препараты по плотнее. Да, я все и слышу. Вот, и препарат открываю, берет. Чуть-чуть от соседей, воздух, и будешь... Ну, это так ровно, потому что потом были у меня случаи, когда они сказали, вот. Дипломы у меня есть, я фук, плачу налоги. Так что, хорошо. У меня все... Еще как навесница. Ну, да. Сказали, что надо аккуратно, потому что... Я еще чуть-чуть вокруг спирки контролирую. Ну, это не спирсодержащие полкетки специальные. Но в нем, конечно... Ага, такой запах. Я мне за рулем гуля. Да, они сейчас остановят, скажут, вы что, запуханная. А она, знаешь, как им отвечает все время? Говорит, да, блядь, давай напухалай за рулем. Ну, она же в 12 ночи едет, нас останавливает. От вас запах. Она говорит, да. Сейчас я, говорит, вам дыхну. Один раз уже дышала. Один раз сама предлагала, догоняла, за ней в проспект буду дышать. Не хотят. Вот там девица на себе требует. Смотрите, достояние от губы до кончиконоса, да, большое, достаточно. У меня всю жизнь, детство так. Вот. Я к чему? Кого коротенькое, проще развернуть губу. А тут сложнее. Почему? А еще губа очень плотненькая. Вот. И часто, когда увеличиваешь губки, получается заломчики вот тут. Потому что губа плотная, детство им не куда-то. На расстоянии. Но, в принципе, теоретически, вот мы сейчас развернем губку, и вот так. Мы делаем вам красивый бантик, да? Ну, хоть чуть-чуть, да. Там, может, тоже не чуть-чуть получится. И расправим вам нижнюю. Вот пошла, вот видишь, пошла. Да, вот это надо убирать. Вот это я вам сделаю надским препаратом. Вы походите. Ткани заберут гиалуронку, да? Мы расслабим немножко тоже филером круговую мышцу за счет этого. И вот эти вещи немножечко сами собой поразвлажатся. Потому что там появится гиалуронка раз. А во-вторых, потому что, когда стоит гиалуронка в губах, кисетные морщины, круговая мышца не может так скупожиться. А когда мы с тобой будем делать это? А потом, можно теоретически, через 2 недели. Ну, лучше через месяц. Но все упирается во многие факторы. Поэтому по статистике делаешь, через полгода приходят. Потому что ткани потянули. Но я рекомендую походить какое-то время, 4-5-6 месяцев. А потом прийти еще сделать. Вот у меня буквально вчера была пациентка. Она пришла, мы сделали и миллилитр. Все классно. Вот пришла еще через месяц мы добавили. Но там уже не получился миллилитр, где-то 0,6. И прошел год, вот она пришла. Мы сделали и обалденные губы. Ну, правда, губ вообще нет. Вот 0,6. Да, не значит, что сразу и миллилитр еще будут добавлять. Сейчас я постараюсь засунуть этот миллилитр, насколько это возможно. Потому что ткани должны еще немножко потянуться. Да, не потянуться, развернуться потом еще. Ну, что у нас получится сегодня, то получится. Но это, я вам говорю, что это не окончательный результат. То есть, всегда можно сделать лучше. Дополнить и доработать. Да. Да, только через время. Но когда ты будешь кустыри, сделать это крайне сложно, когда там ничего нет. Ну, конечно. То есть, нужно это делать поэтапно. Тем более, когда луки маленькие. Маленькие. А раньше были бы больше. Чего так? Возраст там, да? Конечно. Я врунка. Высокая. Да, потяну. Да, да. Плюс каладе, ну, вот здесь все это уходит. Ну, что-то кромочу каладе эти свои очи. Вот что. Глаза прямо уедут. Красиво тебе видеть. Ну да, у тебя зрение. Вот и начинаем твои процедуры красоты. Потом будешь к Коле ходить. Дальше лицо на тебе буду делать. Нити. Ну, не знаю. Оле виднее, что надо делать. Липс, картон, штукатурка. Шпаклевка. Шпаклевка. Будете делать. У меня такой хороший эстетик. Поэтому я думаю... О, обезболит хорошо. Я тебе доверяю. По прикраскам, она все равно. А подожди, она сейчас шприц достанет. Ты перестанешь... Я закрою глаза. Не, не смотри, да, потому что... Правда? Да, хорошо. Я видео смотрела, как делают. Девочки лежат, не теряясь лежат. Не теряясь. У вас губки красные. Обычно, когда губки красные, хорошее кровоснабжение. Там, где кровеносные сосуды, есть нервное окончание. Значит, больно. Да. Если губки бледные, обычно лежат не особо ойкая тайка. Понятно? Корень все можно... Может, именно в родине где-то рисовка. Такое, чтобы они дары садили. Ну, похоже, что у вас хорошее кровоснабжение. Да, да. Надежно у тебя тоже. У меня кровь очень шла. Я тебе говорю сразу. Я выключаю камеру. Да, блин. Бьет ты, пожалуйста, шел. Что ж вот это? Надо шаблит. Оля, можешь спросить? А мама, папа, сейчас они где-то прячутся? Где они? Они двориками квартире сидят пока. Своей пока квартире, да? Ну, это ж я оттуда приехала. Слышишь, ни света, ни хера нет. Свет дают, иногда выключают. Все было. Даже горячая вода включает. Да я не знаю, правда, откуда там горячая вода, для меня загадка. Вот. А топлива, конечно, в зиму не будет. То есть кирагу и... Избаливающе. Сюда есть на губах? Да, есть. Я еще совсем не чувствую. Ой, девочки, привет. Это я, Нателла. Как у вас дела, девчатка? Все у вас гарно. Девчина, бачите я. Может, я кого ставим? Да. Сейчас же разговаривать не сможешь, потому что они этот... Девчатка, вы боевитами. Да. А, не, не задумано. Сейчас я заполню сначала губки, да? А потом делаю уже другую его красоту. Ну, да. Так, поехали. Теперь открываем губки и делаем вдох. Вдох. Три открытые. Вдох. И это самая болезненная, что может быть тут. А то съемка, это, конечно, хорошо. Она тут вся заревана. Сейчас я дамся. Заревана. Ну, она же рефлекторная течет, что ты с этим поделаешь. Да, спасибо большое. Класс, да? Оля, подожди. А, сильно рот не... Улыбаться нельзя, сильно рот не открывать. Ничего нельзя, короче. Я тоже говорю. Она говорит, так мне же хоть что-то, а можно, а нет. И в огород нельзя ходить, скажи ей. Да. Ну, нельзя вот так, ну, силуэт опускать, и вниз головой нельзя. Оля, скажите, пожалуйста. Картошку садить нельзя. А что, прям, прям синяки такие, большие, прям. Вот, видите, синяки. Да, вот тут синяки тут будет. Бывает такое, когда первый раз делаешь, даже вот тут синяки выходит потом. У меня, например, так синяя такое было. Не сильно. У меня прям уши были синие. Да? Тут свекровь на меня смотрит, и я с усами. И это, 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 они еще развернутся, или тоже все развернутся? Да, все, потек уйдет еще, они меньше станут, на процентов 30. Да? Да? Да, еще меньше станут. Мама, мы тебе сейчас наполнили губы, они у тебя были пустые. Вы походите. Да. Мы через месяц, через два тебе сделаем еще. Я луночку потяну, а потом еще. Видите, вы уже не можете эту на умчик делать. Да. Видите? Все, уже физически он, и этот разогладил. Препарат отличный, конечно. Хорошие губки, но хоть появились они. Да? Вон у больно, конечно. Олечка, возьмите. Не бойся. Я же боюсь за губку. Тебе красят для красоты. Сейчас я поднакрашу гелем, а потом еще накрашу. Немножко снимаем это воспаление, покраснение, будет легче. Замерзла, да, мам? Да, просто я не понимаю. Перемерзла, да. Оно всегда типачит, потом уже подкидывает. Нет, ты не так? Я так же, да. Вот это мне показалось, что, знаешь, он волк, а потом как-то вот так еще, вот так вот, и вот как вышивание. Ну тебе не показалось. Ощущение такое. Да, Оля так и делала. Губу вот так вот еще. Ну она иголкой полностью тебе под губу, задний слайд. Так я еще хруст чувствовала такой. Ну ты можешь мне такое, это, психика? Ну может. Она мне очень подвижная, ты же знаешь. Психик? Я поняла, тебе. Я поняла. Сука, вот, смотрите. И, ну, я сейчас только люб, не дай бог, большая долгия. Это будет тот, не хочу я такого. Вы придете, я уижу, о, не хватает. Я лучше доколю. Первый раз вот так бухнует всю дозу, и потом... Вы мне напишите очень много хороших колок. А я напишу я. Напишите. Мы колем сейчас сюда. На лобе межбровку и лобуху. Да. Я вот эти прям нормальные заломы прям совсем убрать. Конечно. Но состояние существенно вот так вот разладится. Да, улучшится, конечно. Будет лучше. У меня раньше было лоб. А осенью делаем какую-то руку. РФ, да. РФ. И биоревитализация. Какая? Это запомнил. Биоревитализация придете, когда... Угу. Да. Надумаете. Ну да, да. Вот. То есть это... Ну, желательно сначала ее сделать, чтобы до осени потом кожа хоть что-то увидела хорошее, почувствовала. Ну, раз пишешь контент-план. Контент. Лобик поднимаем вверх. Межбровку сегодня. По максимуму. Ну, сколько возможно. И еще раз вверх. Прекрасно. И межбровку. Лячик схватила. Сюда сейчас. Угу. Межбровку. Угу. Надо. Межбровку. Это так это сейчас сяду, буду сидеть. Да? Как ты ее? Вот так сидеть надо, да? Да, вот так и сидеть, да. Пожалуйста. Так тюм. Все в точках. Я под нее. Ага. Раз, да, блин. Она сама уйдет. 14 дней. 14 дней она исчезнет. Ро, 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 ро. Роман вырос, тут все, ничего не происходит. Все. Все будет красиво. А включат машины? У меня. Ну, все равно и так. Ну, что, мои дорогие девочки, мои подруженьки, что я хочу вам сказать. Я вкратце дуба затягивать не буду. Все посмотрели, что губы мне просто наполнили. Это не увеличение губ пустоты. Ушла мощинистая сетка, которая была. Значит, проконсультировались мы с специалистом, да, с косметологом. Вот эти вот мои брели, носогубки, на которые мне часто указывали, да, мои зрители. Я сама, да, тоже уповала, делала маски, тейпы, накладывала. Кстати, она сказала, это очень хорошая практика. Продолжай. В общем, как показал, как сказала мне косметолог, здесь совершенно все у меня не критично. Вот. Что оказалось критичным, это межбровка и лоб. Было много уколов вчера сделано. Вот. В течение только, в принципе, показывать сейчас и нечего, потому что только в течение четырех дней, да, уйдут болевые ощущения, а в течение двух недель только будет эффект, когда все это начнет работать. Так же самое и с губами. В течение четырех дней сойдет вот эта вот опухлость. У меня сейчас губы немножко подкрашены, потому что они все синие у меня, все глиноватые. И если я захожу, уйдет вот это вот все увеличение в течение двух недель, на 30% губы уменьшатся. Не будут вот такие вареники. Если я захочу небольшие варенички, то через две недели я могу сделать, если нет, то через полгода. Но это мое будет желание. Но я посмотрю, как оно будет, стоит ли мне увеличивать губы, не стоит ли мне увеличивать. Болевые ощущения были ужасные. Она мне говорила, что когда придет наркоз, мне еще будет больше губы болеть. Этого не произошло. Вообще не болели. А безбол я не пила. Выпила цитрин противоверген, да, кстати, сразу помог мне. По поводу ба, ну, девочки, я не знаю, напишите мне, у кого были болевые ощущения. Как бы здесь у меня, она меня обезбурила, потом обкалывала, да, межбровку. Вот тут делала уколы, вот тут, вот тут, вот тут. Короче, очень много. Я приняла, да, вчера на тебя. И сейчас болит. Так болит, как будто тебе набили лоб. И мне никогда его не набивали. Ну, я не знаю, как с чем это сравнить, но болит. И мне больно смотреть вниз. То есть в течение четырех дней мне нельзя наклоняться, да, никаких таких работ. В покое себе вести, потому что делать упражнения. Вот, потом лоб перестанет двигаться. Произойдет привыкание, и я уже, будет меньше морщин, и уйдет межбровка. Кстати, она меня очень радует, что ее уже почти нет. Но через две недели будет более эффект. В общем, естественно, да, всем решать, каждый хозяин своего организма и своего тела, что делать, что не делать. Я делаю всевозможные маски, которые народным способом, да, похвалили меня вчера, помогают. Сказали, что шея у меня в идеальном состоянии, тело тоже в идеальном состоянии. Я вчера все показала, все рассказала. Она меня похвалила. Повторяюсь, да, в брыле не критично. Прям я обрадовалась. Ну вот, тем более мы делали упор на мой возраст. Что это не критично, все хорошо, все идет по плану, по плану. Естественно, увлажняем, девочки, лицо, постоянно на ночь убываемся, увлажняем, ночью, утром просыпаемся, увлажняем. Что если вы потом пойдете к мастеру, меньше вот этих вот пустот, потому что, к сожалению, с возрастом влага на кожу нашу покидает. И нам самим необходимо увлажнять ее, чем я постоянно и занималась. Так что, мои дорогие друзья, всем огромное спасибо, что вы посмотрели, но кто дотерпел. Все, всем мира, всем добра, еще увидимся. Всего доброго, мои дорогие друзья. Я немножко нанервов, потому что, ну, и такая обстановка, и хочется жить, хочется жить, быть красивой, молодой и, естественно, счастливой.